МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Произошедшее в Японии 10 лет тому назад землетрясение считается самым мощным в известной истории страны и одним из сильнейших за всю историю сейсмических наблюдений в мире. 11 марта 2011 года вызванная подземными толчками гигантская волна частично разрушила и атомную электростанцию Фукусима-Дай-Ти, авария, в результате которой расплавилась активная зона реакторов сразу на трех энергоблоках, стала самой масштабной в атомной энергетике после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Правительство Японии и компания-оператор ТЭТКО руководят выводом АЭС из эксплуатации, включая дезактивацию. Все шесть реакторов остановлены. Под контролем находятся три из них – четвертый, пятый и шестой. На первом этапе для остановки реакторов и предотвращения новых радиоактивных выбросов установки обливались водой, в результате чего собралось большое количество зараженной жидкости. С 2013 года началась очистка бассейнов реакторов от топлива. Эта операция рассчитана на 10 лет. На третьем этапе лавообразный сплав ядерного топлива с гетоном и металлическими частями, кориум, необходимо удалить из первого, второго и третьего реакторов. Третий – это часть молекулы воды. Радиоактивный изотоп водорода, имеющий очень короткий период радиоактивного полураспада, он не накапливается в организме человека. Собранная вода хранится в тысячи резервуаров, но все они к будущему году будут уже полны. Для решения проблемы предусмотрены два варианта – испарение воды в воздухе или ее слив в океан, что очень беспокоит местных рыбаков и фермеров. Вывод АЭС из эксплуатации должен быть завершен через 30-40 лет. Эксперты считают, что авария на Фукусиме имеет мало общего с Чернобыльской. На территории, прилегающей к АЭС, идут также работы по восстановлению и обеззараживанию земель для возвращения местных жителей. С 2011 года из пострадавших районов уехали 88 тысяч человек. Вернулись пока лишь 14 тысяч. 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 Субтитры сделал DimaTorzok